Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Вы давно просили и в Телеграм-канале, и в комментариях под другими видео разговор с Алексеем Арестовичем. Он на связи и прямо сейчас поделится своими мыслями по поводу происходящего. Алексей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Я вас приветствую, Саша. Я традиционно всех призываю подписываться на YouTube-канал и Телеграм-канал гостя, но это сейчас мало имеет значения, потому что действительно все за Арестовичем следят и, собственно, все как бы уже знают, где его найти. Единственный нюанс в качестве вступления и атрибута, я тут немножко, как бы немножко так удивился, дней пять назад общался с одним знакомым, а у него двоюродная сестра, скажем так, ну, в общем, ученица Арестовича по курсам, и мы как-то так поговорили, вообще о другом говорили, о своем, ну, как бы житейском. И он говорит, ну, вот где-то полгодика, где-то тому назад, вот это вот она как бы в банде, говорит, так изменилось, бизнес, все дела. В общем, политика политикой, война войной, но имейте в виду. Это вот, скажем так, в качестве вступления, потому что жизни меняются. Начнем, пожалуй, с такого очень серьезного и важного события, которое имеет два измерения. Это удар по Днепру, причем удар по двум объектам инфраструктуры и попадание в жилой дом. Два этажа снесло, там, пишу, девять пострадавших, ну, цифра меняется. Понятно, что с точки зрения террора и ужаса войны, это, конечно, ну, преступление военное, но все-таки два объекта инфраструктуры и Днепр, ключевой город с точки зрения военной логистики. Как вы оцениваете произошедшее вот в двух плоскостях, ну, гражданском, да, и исключительно военном? Ну, в гражданском это трагедия войны, не первая, к сожалению, далеко не последняя, которая еще будет, потому что Россия преследует определенные военные цели, военные и психологические. Значит, удары ударом рознь, надо их четко различать. По Харькову и Чернигову бьют в основном для того, чтобы вытянуть туда наше ПВО, чтобы мы перебросили ПВО на защиту города, а там сконцентрированные разведывательные и ударные возможности вооруженных сил Российской Федерации, они хотят их вытянуть и поразить. В первую очередь это касается иностранных зейно-ракетных комплексов, типа Петриота, Сампти, Ириса и так далее, и так далее. Это те, кого дотянутся. Это ключевая задача, на ней сосредоточены они все, потому что задача завоевания неба у них тема номер один. Если они его завоюют, они получают очень существенное преимущество на поле боя и становится легче их сухобудным войскам и стратегически давить на Украину, потому что сухобудные войска это те же КБУ и МПК, которые летят по нашим войскам, по городам. А стратегически это лишение нас энергетики, например, что становится очень весовым козырем, как элемент стратегического давления на Украину. Смотрите, мы вам просадили энергетику, как жить будете, особенно следующей зимой. И кроме того, да, это является очень серьезным козырем на переговорах, которые, как мы понимаем, в той или иной форме все равно неизбежны. Более того, они ведутся в той или иной форме непрерывно. Но это не переговоры, это консультации. Понятно, они неофициальные, там турки выступают с инициативой, и так далее, и так далее. То есть постоянно идет какой-то фоновый, и там вынос энергетики – серьезный козырь. Поэтому удар под Днепур, мне кажется, другую цель преследовал. Насколько я понимаю, там ключевая задача – вынос объектов энергетической инфраструктуры. То есть продолжение этой же логики, снос энергетики. Не знаю, возможно, они били куда-то еще, но результат тот же самый. Попали в жилой дом, убили ребенка. Насколько новостей я свежее посмотрел. Но, скорее всего, жертв будет больше, потому что, как всегда, завалы их только разбирают. Все-таки ЖД-вокзал, логистическое плечо, и Днепр принципиально важен, и с точки зрения переброски вооружений туда, на Восточный фронт. Насколько, как вам кажется, вот события непосредственно на линии фронта последних дней с прогрызанием обороны ВСУ, с вот этими тяжелыми боями возле Часового Яра, там, в направлении, скажем так, ну, в этом направлении, там, Абдеевка, насколько сейчас имеют достаточно, ну, серьезное основание для опасения? Западная пресса, ну, просто разрывается, говорит, что, скажем так, ВСУ может посыпаться. Смотрите, западная пресса говорит то, что я говорил в октябре прошлого года еще начал. Я поставил эту тему специально для западной прессы, в том числе, многочисленных интервью и так далее. И вот они дозрели, наконец-то. Нам это дозревание очень выгодно, потому что чем более напуган Запад, тем больше шансов, что дадут нам помощь. Вот завтра мы посмотрим по голосованию в Конгрессе. Ну, как бы, никто не знает, что будет, но сам факт, что наконец-то преодолена проблема объединенных законопроектов Израиль и Украина, голосование – это существенный прогресс, потому что отказать Украине – это прямо отказать Украине, а не отказать пакету Украины-Израиля, который там можно обвинить в коррупционности, в излишности, что там только предъявляют. Это прямая позиция по отношению к помощи к Украине, да или нет. И вот здесь мы видим, даже спикер Джонсон изменил свою позицию, потому что и со словами, что если мы сейчас не поможем Украине, и конец. Реальное положение на фронте, пока нас никто не слышит, лучше, чем подает западная пресса. Оно далеко не блестящее, в первую очередь, потому что отсутствует личный состав, и отсутствует военная помощь западная, в первую очередь. То есть, у нас один снаряд на 10 российских, и 2-3 человека в отделении. Но здесь нужно понимать очень важную вещь. Дело вместо там 7-8 или 9-11 по штату, в зависимости от того, какой род войск. Теперь смотрите, в чем есть нюанс. Россияне сейчас в далеко не лучшей форме. То есть, 3 месяца назад они были в куда лучшей форме. Но им Авдеевки, особенно прорыв после Авдеевки, очень дорого обошелся. Они потратили там наличные резервы. Надо различать резервы, которые приходят из России, сформированные там. И резервы, которые достигаются тем, что забирают с определенных участков фронта и перебрасывают в нужную точку. Вот сейчас вторая история. Резервы из России идут минимальные. У них их нет, они их только накапливают. Планы накопления несущественных стратегических резервов, которые способны изменить ситуацию на поле более всерьез. Конец лета. Это по российским планам, по самим. Что, но наступление будет, я думаю, активная фаза, его будет где-то ближе к лету, к июню. Почему? Потому что там по политике совпадают. И по провалу, по ресурсам. Даже если завтра примут решение об оказании на помощь, и понадобится некоторое и достаточно солидное время, пока помощь придет. Россияне пытаются по максимуму использовать это, перебрасывая войска, снимая с участка фронта. Напоминаю, что 3 месяца назад было 7 направлений основных наступлений. На фронте в 1020 километров. Сейчас 3. За счет чего эти 3? За счет того, что войска снялись и переброшены. Вот у нас Часовьяр. У нас после Бахмута пытаются развивать сторону, условно, в сторону Покровска, хотя до него далеко еще. И там еще на север, на Торецк. И Новомихайловские выступы они пытаются снять. Все остальные там идут, так сказать, бои местного значения, как когда-то говорили во Вторую мировую. Они остаются не менее кровавыми и не менее напряженными. Честь и хвала тех, кто их ведет с нашей стороны. Но есть такая вещь, понятие, как сосредоточение основных усилий. Вот они сейчас на Часовьяре. Почему? Потому что их стратегическая цель – это создать условия для захвата всей Донецкой области. Почему в первую очередь Донецкой? Потому что если они захватывают Донецкую, доходят до Днепропетровской, то провисает наш фронт. За спиной враг, оказывается, в Лисфланга, в Луганской и одновременно в Запорожской. То есть это очень выгодно для них. Они там сосредоточатся и усилия. А вот эти мы атакуем Харьков, атакуем Киев. Это элементы отвлечения от фронта, создания общественного настроения, паники и требования. Давление на правительство, чтобы защищали Киев, защищали Харьков. Его и так будут защищать, они и так защищены на земле. Поэтому, возможно, даже я не исключаю, что они какие-то 1035 подрядят для того, чтобы атаковать нашу границу в районе Харькова, чтобы мы постоянно удерживали группировку там. Но основное направление усилий будет все равно в Донецкой области. И вот сейчас идут подготовительные операции. Идут они кроваво, идут они тяжело. Они атакуют малыми, ограниченными силами. Ну, кроме Часов Яра, там действительно много сосредоточено. Потому что у них их нет, этих сил. И, как говорят военные, атаки ротными тактическими группами, то есть, они такие, это большая серьезная атака по нынешним делам на фронте, потому что при таком засиле дрона, поди накопи эту роту, почти 100 человек. И прекратились это отдельные движения. Почему они имеют частный успех? Потому что нашу позицию удерживает 2, 3, 4 человека. А где эти люди? Фронт наши? Да. Фронт может удерживать 28. Большой некомплект войска, боевых частей. Это первое за счет потерь, второе за счет, это не самый главный фактор, за счет отказников, за счет созачастников и так далее. А самое главное, но это тоже не все, не причины. Это как бы, это такие три трубы из бассейна, куда сливается личный состав. Главная причина, что нет пополнения личного состава. Пополнения нет, потому что затянули наши любимые народные депутаты с законом про мобилизацию. И это, я когда-то сказал еще в ноябре, да, по-моему, или декабре, что это будет главный экзамен, который Украина сдаст в этом году. А может быть за все 33 года, способность провести мобилизацию. И если мы ее не проводим, государственность украинскую можно закрывать в прежнем виде, в котором она была, и будет какая-то другая Украина, надеюсь. Но уже не такая, не в тех размерах и так далее. И вот мы начали сдавать этот экзамен. Первый серьезный разговор на уровне Верховной Рады возник в декабре этого года. Это принятие закона в середине апреля этого года. Четыре месяца закона мобилизации в воюющей стране. Это непозволительная роскошь. А теперь эту мобилизацию мало того, что приняли, ее же надо. Она вступит в действие только через месяц после того, как президент подписал. То есть еще 28 дней. А потом еще ее надо физически провести. И вот сейчас гонка. Российское накопление ресурсов и наша мобилизация. И мы не успеваем. Это надо было принимать три месяца назад, два месяца назад. Не позднее февраля. Чтобы сейчас было мобилизационное развертывание. То есть собирали людей. Они шли в войска. Потому что наша армия, какой бы она героической ни была, силы обороны, невозможно воевать, когда едва место восьми. А то, что знают все военные, что уже воюют писари, воюют зенитчики, которые не должны воевать в боевых порядках. Повара воюют, водители. Собираются всех, чтобы как-то заткнуть дыры. Вот россияне этим и пользуются. Смотрите, какая парадоксальная ситуация. У них самих не очень много сил. Если бы не было много сил, сейчас они проломили бы фронт. То есть это война таких боксеров, знаете, на 15-м раунде, которые уже не стоят на ногах. Но просто этих двое, а наш один. Вот только за счет этого. А если бы нам сейчас подкинули снарядов и, даже или, или нам сейчас, мы провели мобилизацию до этого и пошли бы люди в войска, сейчас бы мы их еще двигали по линии фронта, а не они нас. Понимаете, да? По минимуму этому. Поэтому это борьба боксеров даже не на 15-м, на 18-м раунде, наверное, прямо сейчас. Все решится от того, кто первый подбросит войска, потому что снаряды у россиян есть. А вот вопрос личного состава. Если мы успеем, или снаряды, или войска, то ситуация на фронте исправится, исправится довольно быстро и к лучшему. Если не успеем, то она ухудшится. Но если уже завершается всем, мы переходим к следующему вопросу. Я так понимаю, вопрос о прогнозе. Мы удержим этот фронт. Сейчас ситуация, как это, на 180 градусов от того, как она была прошлой весной, когда мы обещали прогрев Козову и Крыму, в частности, я обещал, а они закапывались, да. А теперь, наоборот, они обещают страшное контрнаступление, в котором они нам уже покажут, а мы закапываемся. Так вот, мы удержим. Мой прогноз, мы удержим это контрнаступление. Конечно, они там могут взять один-два города еще, но это все, скорее всего. Мы о мобилизации поговорим еще, когда внутреннюю политику немного обсудим украинскую. Алексей Николаевич, ну смотрите, я вот не могу понять в преддверии завтрашнего голосования, а это нигде не было официально, ну как бы проговорено. Были эксперты, были какие-то там экивоки в интервью, но по сути это же цинизм высшей меры. А почему мы вам должны помогать и выделять финансирование? Ну, Запад, да? Давайте, собирайте большую армию, призывайте всех, всех мужиков ставьте на военный учет, а вот тогда мы выделим. Ну, как-то очень уж кисло это смотрится. Почему себя так ведет Запад? Такого условия нет у Запада. Нет такого условия. Это может казаться, читая отдельные новости, телеграм-каналы, этого нет. Существуют рекомендации, которые они нам дают. Далеко не все мы, кстати, выполняем. Существует вооружение, которое они нам дают, вне зависимости от выполнения рекомендаций, между прочим. То есть мы нарушаем их рекомендации, не выполняем, они все равно дают. Проблема американской помощи, надо ее очень четко понимать. Потому что я смотрю, что в украинском сегменте, в нашем экспертно-общественном, сформировалась установка, что республиканцы и Трамп злейшие враги Украины, которые они хотят, чтобы нам дали. Это не так. Я многократно объяснял, еще вашей аудитории с удовольствием объясню. Смотрите, что происходит. Американцы и республиканцы не против Украины. Даже конгрессмен, который сейчас вводит огромное количество спамят поправками ненормальными, это не против Украины. Это она так борется с демократами, которые с точки зрения республиканцев, особенно трампистов, неэффективно расходуют ресурсы. А кроме того, они их расходуют так, чтобы усиливались глобалистские структуры, НГОшки, НАТО, все виды глобалистских структур и влияние демократов по всему миру. Они обвиняют администрацию Байдена в том, что они формируют пакеты помощи так, например, объединенный пакет Израиля и так далее, чтобы запихнуть туда множество нецелевых трат, скажем так, которые усиливают демократические структуры, глобалистские структуры. А республиканцы как раз против этого выступают. Это имеет у них идеологическую и религиозную даже краску, эта борьба. Потому что они считают, что Америка на сломе, мир на сломе. Они же все поголовно протестанты, причем или католики, но такие рьяные религиозные, для которых, например, вопросы смены пола, вопросы предоставления ребенку права или даже давления на него оказания идеологического по выбору этого пола, и прочее, прочее, то, что в США происходит в системе образования, и для них это катастрофа религиозного свойства, апокалипсис. Они борются против этого. И с их точки зрения, их позиция очень простая. Смотрите, вы берете деньги у американских налогоплательщиков и тратите их так, что, первое, Израиль, Тайвань и Украина не получают настоящую эффективную помощь. Они много раз оспаривали эффективность помощи. Когда Байден выступает и гордится, говорит, что 75% денег, выделенных, остается в США, республиканцы говорят, так в этом же и проблема. А почему они не в Украину едут, а не в Израиль, а не в Тайвань? Что это за помощь такая? А во-вторых, они говорят, что там очень много упаковано того, что, например, горькой памятью в сердце каждого американца. В Америке инфраструктура изношена, рушатся мосты и всякое такое. А сколько вы тратили на Афганистан 20 лет подряд? Два миллиарда долларов в день, и каковы результаты? А Украина еще имеет ту особенность, что семейство Байдена, Хантер Байден, заляпан скандал, вольно или невольно, заляпан скандал в Украине. Им очень просто атаковать своих политических противников. Они говорят следующее. Смотрите, в принципе, неэффективная трата, куда бы они ни шли. Тайвань, Тайвань, Израиль, Украина, в другие места. А в Украине тут еще подозрение, нет ли личного коррупционной заинтересованности. Это, возможно, перегиб. Очень эффективно действует на основного избирателя. Поэтому это миф. Республиканцы не против помощи Украине, а не за помощью Украины. И вот они внесли альтернативный законопроект, голосуются в новые законопроекты. И там идет очень большая борьба. Помните еще инициативы? 10 шагов, которые надо сделать Украине, 10 шагов, которые надо сделать США и так далее. Они постоянно, там очень много друзей Украины, они постоянно за то, чтобы нам выделить помощь. Но не так, как ее выделяют демократы. Потому что для них это не вопрос оставить Украину без помощи. Для них это вопрос, чтобы демократы не воровали деньги американских налогопротельщиков. Вот так построена ситуация. Республиканцы за Украину. Мы посмотрим это голосование. И вся речь шла о том, что администрация Байдена, вся проблема была в том, не хотела рассматривать альтернативы и вносить альтернативные законопроекты. А этот республиканцы считали такой, который содержит риски, ну давайте скажем максимально деликатно, нецелевого и неправильного, неверного использования средств. Вот в чем проблема. Это борьба за, идеологическая борьба внутри штатов. Это не позиция против Украины республиканской. А вот почему администрация Байдена это делает, это большой вопрос. В том числе можно вполне высказать гипотезу, что возможно это элемент навязывания Украине какой-то повестки. Как бы ни повестки переговоров, как бы ни повестки мира, мы не знаем, но предположение вполне можно выделить такое, потому что слишком упрямо они стояли на этой теме много месяцев подряд, не давая нам вооружения, когда оно нам критически необходимо, и при этом постоянно говоря о поддержке Украины. Вдогонку вопрос по этому поводу. Ну вот мы же видим, разобрали по косточкам вот этот пакет перед принятием завтрашним или голосованием, или не голосованием, мы посмотрим, можно, конечно, сделать прогноз. И у нас уже ее, как бы, поделили эту помощь, и все уже после заявления Джонсона сказали, что, ну, смотрите, глядите, вот они, вот завтра, суббота, и все произойдет, помощь выделят. Не знаю, какие шансы, стопроцентные или нет, но и этот пакет, если так на него посмотреть, ну, вот смотрите, не вяжется. Зеленский заявил о том, что если этот пакет не выделят, Украина проиграет. Смотришь на цифры и понимаешь, что, ну, вроде как не шибко передают сейчас, в ближайшее время. Так, а почему такие апокалиптические заявления? И я очень хотел бы, чтобы вы прокомментировали слова Бернса, который сказал, что если пакет не выделят, то к концу года Украина проиграет. Бернс просто так, ну, редко говорит, делает заявление впустую в воздух. Соответственно, я так понимаю, что есть у него план и на этот счет. Интересно, какой? Запад, смотрите, Запад постоянно моделирует, там, всеми видами прогностики, модели и так далее. У них есть планы на все варианты, они их просчитали. Проигрывает Украина, воигрывает Украина и так далее. Речь идет о чем? Что сейчас идет элемент борьбы за этот самый пакет помощи. Она прямо привязана к избирательной кампании в Соединенных Штатах и вообще к ключевому глобальному вопросу, а куда штатам дальше идти, что им в этой жизни делать. Потому что вообще распасовка какая? Демократы хотят сохранить глобальные институты, но не знают, зачем они, не могут объяснить, особенно после провала в Ираке и Афганистане. А республиканцы хотят сократить, скажем так, оплату американцами многочисленных глобальных институтов, польза которых для Америки совершенно не очевидна при большом количестве американских проблем. То есть они изоляционисты в хорошем смысле такие. Они говорят, объясните нам, зачем нужна внешняя политика, когда столько проблем в Штатах. И украинский пакет помощи, ситуация в Украине – это элемент взаимного давления. Рычаг, который они друг на друга используют. Не главный, но один из трех главных. Так вот, заявление Бернса, заявление нашего президента – это элемент политического давления. То есть это создание общественного мнения, которое давит, соответственно, на политиков, заставляет их принимать решения. То есть стандартная процедура. Мы создаем общественное мнение, общественное мнение с помощью определенных механизмов становится политическим. Или не становится, но, по крайней мере, мы попытались. Поэтому здесь, ну, я далек от этого апокалипсиса, если спокойно опускаться на землю. Почему? Потому что Европа огромными темпами раскручивает сейчас военную промышленность, в частности, Францию. Даже европейская помощь позволит нам удерживать линию фронта и ситуацию, медленно сдвигаясь назад, но далеко от апокалипсиса, от апокалиптических прогнозов. То есть месседж какой? Да, месседж какой, что мы можем устоять с некоторыми провалами, даже на европейской помощи, скорее всего. Но американская радикально изменит ситуацию к лучшему. То есть у нас выживет пару десятков солдат, тысяч солдат в результате этого. Как бы, да, у нас останется целым инфраструктура. Мы уничтожим больше вооружения, военной техники противника. Там, да, уцелеют гражданские и так далее. Поэтому, конечно, она имеет критическое значение, особенно в сфере ПВО, например. Ну и опять же, там за какую сферу не возьмись, она особенно, 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 особенно. Поэтому тут вопрос какой? Что если аналогию с боксерами продолжать, россияне поставят пусть измотанного, но третьего боксера, а этот пакет помощи поставят второго. И у нас будет два против трех, или без нее один против трех. Даже в случае один против трех мы будем пятиться, но стоять. Я не вижу рухнувшей Украины в этом смысле. Но, как мы понимаем, два против трех куда более приятнее, чем один против трех. Вот примерно такая ситуация с американской помощью. Алексей Николаевич, удары по атомным электростанциям в Украине, о которых президент, выступая перед европейцами, на них делал акцент. Плюс очередные новости, что очередной беспилотник куда-то залетел в Запорожскую атомную электростанцию. Это логичное продолжение вот этой воздушной войны? Россияне не будут бить по атомным станциям. Они будут бить по системам распределения. Что такое энергетика? Это генерация и распределение. У нас в Украине ситуация какова? Что у нас был избыток электроэнергии. За счет того, что очень много атомных станций рассчитано на когда-то бывшую промышленность Советского Союза, которых по мне нет. И у нас избыток. Еще по войне производство сократилось. То есть, у нас всегда был избыток. Но есть такая штука, как маневр. Когда есть пиковое потребление энергии атомной, то это делали, компенсировали гидро и тепло, в основном теплоэлектростанции. Тоже та же Трипольская. Вот пошел пик потребления вечером, 6 часов. Граждане все сели смотреть телевизор, истирать и так далее, и так далее. А раз, и сманеврировали энергетикой и прочее. Потому что энергетика – это как на органе играть. Там сидят диспетчера, они перебрасывают и прочее. А получается, что сейчас нам уничтожили возможности маневра. Атомные станции разгонять и гасить на пике – это очень опасная история. Все мы понимаем Чернобыль. Они генерируют ровно, как контрабас в оркестре, дают фон такой большой, избыточный. К сильной стороне принадлежит что? Что у нас есть энергетический мост с Евросоюзом. Мы должны были 25 февраля проводить эксперимент по подключению, отключению от российского и белорусской сети, оставшейся от Советского Союза, подключению к европейской. Мы подключились и уже навсегда. Этот эксперимент, который должен был идти 3 дня, стал постоянным. Поэтому мы перекачиваем. Вот сегодня с утра прямо публиковали специалисты, что Румыния дает нам сейчас энергию, еще что-то. Мы перекачиваем, потому что они всегда знают, что мы им вернем в качестве атомной генерации. Они помогают нам маневрировать. И россияне тоже это знают. Это их задача выбить возможности передачи электроэнергии. То есть трансформаторы в основном. На входе больших городов стоят 750. В городах распределяется по 330. Ну и там есть нюансы. Так вот они бьют по генерации и по передаче для того, чтобы мы не могли маневрировать. И была парадоксальная ситуация. Электроэнергия есть, но передать ее невозможно. Поэтому отключены. По атомным станциям они бить не будут, потому что это миром будет воспринято. В том числе их союзниками Индии и Китая будет воспринято крайне негативно, со всеми вытекающими последствиями, которых они стремятся избежать. А вот по, например, выходу энергии из атомных станций, да, они могут попытаться бить. Но это, как это, в каком-то смысле нам выгодно в кавычках. То есть это тут парадоксальная ситуация, как часто бывает на войне. И выгодно, и невыгодно. Не выгодно, потому что остаемся без электроэнергии, а выгодно, потому что мы сможем объяснить миру, что вот товарищи начали бить по атомным станциям. Посмотрите внимательно, что они делают. Они же не меняшки. Первое, дайте нам чем защититься. Второе, окоротите их. Поэтому мы посмотрим. Эта стратегия, вернее, тактика для россиян содержит ловушек чуть ли не больше, чем выгод. Бить по распределению электроэнергии с атомных станций. Посмотрим, что они будут делать. Прилеты, да, но надо сказать, что прилет по центральному блоку, он рассчитан на что? Что туда их конструируют так, что если падает фронтовой бомбардировщик с полной бомбовой загрузкой, полной топлива, то и то станции ничего не будет. Она слишком надежно, ну, блоку и так далее. А вот распределение, да, это уязвимая вещь. И будем смотреть, что они будут делать. Это в каком-то смысле логическим продолжением является и компания по оставлению электроэнергии. С другой стороны, содержит слишком много ловушек для России. В первую очередь имиджевых. Бьют по атомной станции в центре Европы. Ну, как бы... Насчет ПВО. Прям загадочное падение Ту-22 в Ставропольском крае. В чем загадка? В том, что от линии фронта, там, можно брать карту, циркуль. Мы понимаем, что если... Ну, уже заявили, что официально это С-200, ВСУ, собственно, сбили. Впервые вот это произошло. Такой борт был подбит. Ну, там 300-350 километров. Ну, 500. Он упал в 500 километрах от линии фронта. Это далековато даже для С-200. Значит, возможно, варианты какие? Первое. Сбили его ближе к линии фронта, но он дотянул и свалился уже попизже, как говорится. Второй вариант. Сбили чем-то другим. Это могла быть диверсия, еще варианты. Но сказали, что С-200 как элемент информационного прикрытия, применение реального, какого-нибудь нового вооружения, либо диверсионной акции. Третий. Падая, упал сам по каким-то причинам. Ну, бывает техническим, да, все-таки. Авиация сложное дело, да еще и ракеты пускал. Ну, а мы это маскируем в качестве элемента давления информационного на противника, да, и так далее, и так далее. То есть, в современном мире скрыть что-либо очень сложно. Это рано или поздно выяснится. Пока ГУР записал нам это в наше достижение и то, что это было сбито с С-200. Но могу сказать следующее. Любое падение техники в результате, или уничтожение техники в результате ведения боевых действий, это боевая потеря. Боевая потеря. То же самое, если солдата убило электротоком при попытке примонтировать лампу на фронте. Он погиб на войне, а не просто как рабочий где-то в тылу, понимаете. Да, это потеря, которая случилась на войне. Поэтому боевая потеря не досчиталась у нас, как это, не досчиталась у нас рота бойца. То же самое у них. Поэтому это их боевая потеря и наша заслуга. В любом варианте, даже если это техническая неисправность, благодаря которой упал он сам, потому что он упал, применяя вооружение по Украине. В этот момент. Вот и всё. Поэтому можно, как я говорю, смерти даже врагов радоваться не рекомендуется. А вот боевым успехам наших войск можно радоваться. Можно и нужно. Поэтому порадуемся боевому успеху наших войск. Да, давайте порадуемся. Но возникает тогда логичный вопрос. Если вот такие успехи ПВО, то зачем вам ПВО давать, если на такое расстояние вы можете применять? Да, это такая ловушка очень специфическая. Но здесь момент какой. Что у нас очень часто отдельно департаменты заявляют то, что противоречат общей информационной политике. Потому что, по секрету вам скажу, пока нас никто не слышит, общей информационной политики в государстве нет. Тем более не просчитываются такие вещи, как соответствие заявлений наших отдельных спикеров, родного вида войск, департаментов и так далее. Общая информационная политика – это далеко не первое противоречие, которое случается. Действительно, вопрос очень правильный. Если вы за 500 км в вашем ПВО валите стратегические в абордировщике, чего же вам еще? Но даже на это есть ответ. Ответ есть такой, что территория Украины – это территория государства больше, чем Франция, крупнейшая в Европе. Для ее прикрытия нужно очень много ПВО. Поэтому наличие даже двух каких-то очень успешных комплексов, которые где-то там за 300 км кого-то сбили, что абсолютно нереально, ну, допустим, сбили ближе к линии фронта, а потом он упал, это не исчерпывает. С таким успехом можно сказать, мы вам дали один ПЗРК, вы сбили Су-25 российский, ну так что же вам еще? А нам еще надо прикрыть всего лишь тысячи, наверное, четыре километра периметра границы и 1300 км линии фронта внутренней. Потому что Украина же, она в самой невыгодной ситуации. То, что я постоянно объясняю на Западе, мы вынуждены вести оборону, мы окружены с пяти шестых нашей территории, окружены российскими войсками. От точки, где сходятся российские, белорусские и украинско-польские коридоры, вернее, белорусские, польские и украинские коридоры, там российские войска в Беларуси общие. И белорусские войска, которые, ну, в странном статусе, мы вынуждены прикрывать границу. Вся северная граница, две с лишним тысячи километров, вся восточная, внутренняя линия фронта, весь юг и еще и Приднестровье. Мы только с одна шестая наших государственных границ находятся без непосредственной угрозы российских войск. Везде держим группировки, везде нужно ПВО. Поэтому ПВО надо очень много. И это тема, которая является предметом постоянного беспокойства, сколько бы мы не сбивали, это не является прямым аргументом в том, что вам больше не нужно ПВО. Потому что мы сбили одновременно, да, в Днепре прилетело в вокзал и в жилой дом. Алексей Николаевич, давайте о политических темах. А мобилизация – это политическая тема. Остается меньше месяца, без одного дня месяц, и вступает в силу закона мобилизации, которая, собственно, не удовлетворяет ни гражданских, ни военных. Ну, военных, потому что, нам же как объясняли, нужно голосовать, потому что есть шанс, что через три месяца, еще плюс решение Ставки, военные, которые устали, могут, ну, скажем так, отдохнуть и будет на кого заменить. Есть гражданские, которые получили, ну, такой серьезный, серьезный удар по правам, причем гражданские, как внутри страны, гражданские, как за пределами страны. И вот этот месяц, насколько политически опасен месяц проволочки с точки зрения отношений украинцев между собой, отношений украинцев к государству? Какие мысли у вас по этому поводу? Ну, смотрите, мобилизация – это только верхушка айсберга. У нас, в принципе, очень неправильное отношение между украинцами и государством. В этом же проблема. Это проблема, на которую постоянно указывают те же западные партнеры и другие наблюдатели и так далее. Внутри все указывают. Но начнем с того, начнем с самого легкого. Погружим, будем, как это, слоями снимать и идти в центр проблемы. Самое легкое, вот, например, ограничение передачи консульских услуг украинцам за рубежом без постановки на военный учет – это нарушение Конституции вообще-то. Прямое, прямее некуда. И многие другие ограничения, которые вводятся, являются нарушением Конституции. Теперь вопрос сразу коммуникации. Народные депутаты, офис, там, и так далее. Они же не говорят, что, друзья мои, родя, отечество в опасности, поэтому мы ограничиваем ваши права. Что, между прочим, предусмотрено Конституцией? Она позволяет ограничивать права украинцев в случае военного положения. Вопрос, позволяет ли она ограничивать саму Конституцию? Это вопрос к Конституционному суду, который, что у нас не действует, к сожалению, да, и находится в состоянии, когда... То есть у нас парализована одна из ветвей власти – Конституционный суд, который должен давать оценки вот таким вещам. Но дело даже не в этом. Это формальности. Хотя они крайне важны, что, в конце концов, к этим формальностям сводится вообще вся политическая модель государства Украины и ее перспективы. Народ же чувствует на самом деле прекрасно, что делает власть. А власть перебрасывает ответственность, как раскаленную сковородку. Почему четыре месяца принимали закон? Потому что депутаты буквально, формально рассматривали все, опись, протокол, все эти спам-поправок, которыми забомбили закон про мобилизацию. Потому что и боялись. Сейчас вообще общее настроение у чиновничества либо не принимать решений, никаких крайних, либо что? Либо принимать коллективно, размывая ответственность. А вообще ситуация требует прямо другого. Она требует наполеоновских или римских административных решений в смысле Древнего Рима. Людей, которые выходят, говорят, я решил, это моя ответственность, ребята, и будет вот так, и хорошо это коммуницирует. Потому что вопрос идет о выживании страны. Ну вот вам пример, который вы обозначили. Нам, вернее, не вам, а нам всем. Когда дискутировалась демобилизация. Я вот прямо говорю, демобилизация означает смерть Украины. Забрать кадровых военных, или уже не кадровых, хотя которые там 800 дней воюют и стали в этом смысле в отношении, когда были профессиональными сейчас фронта, распустить их означает только одно. И заменить их на новичков, которых только взяли на мобилизацию, означает только одно. Гарантированный провал линий фронта, даже если будет 100 американских снарядов на один российский, гарантированно давали целение фронта, провал, потому что новички не удержат. И эти старички будут воевать через месяц в своих собственных домах в Днепре, в Полтаве, в Киеве и так далее, в Николаеве и прочее, прочее. В Запорожье только уже дезорганизованная масса и в виде партизанского этого где-то еще там дедовский обрез. И это означает коллапс и смерть Украине. Скажите, отпуск длиной в один-два месяца стоит такого? Все равно же проиграете, все равно будете воевать только в куда худших условиях, не как организована армия и так далее. Поэтому при всей печальности власть должна была бы сказать, не будет никакой демобилизации. Это неизвестно вообще в истории войн невозможное действие, которое... Но все политики начали заигрывать. Юлия Тимошенко, ее фракция, спамили поправками про демобилизацию и делали такое вот... Мы должны освободить наших воинов, которые... Петр Порошенко, президент, который возглавлял воюющую страну и знает более-менее, как это работает, все равно вышел на трибуну и сказал, мы не прекратим нашу борьбу за демобилизацию, прекрасно понимая, что это чистый, голый популизм и очень опасный. Потому что демобилизация означает смерть Украины. Эти политики призывают к смерти Украины, отложенной, к смерти тех, кого они хотят демобилизировать, которые будут по домам отлавливать российские войска потом, когда фронт провалится. Для того, чтобы что? Получить частные баллы, да еще в ситуации, когда очень далеко до выборов, понимаете, чтобы снять в себе ответственность. Мы, мол, боролись, что они будут говорить на выборах? Мы боролись за демобилизацию. Но вас же вот эти сволочи удержали, правящая коалиция и так далее, безответственной политики. Это сразу закладывается, как козырь на будущее выборы, абсолютно безответственная политика. Я вот призываю наших читателей, зрителей вернее, сейчас запомнить, кто поднимает тему демобилизации, как ее поднимают. Потому что это закладка на будущие выборы, когда бы они не состоялись осенью, в 25-м, в 26-м и так далее. Они будут говорить, ребята, военнослужащие, они же заигрываются электоратом с этим, членами их семьи особенно. А это огромное количество людей, это несколько миллионов. Мы за вас были, ну вот не дали, там офис проклятый Ермак Арестович, все они не дали вас демобилизовать. Хотя они прекрасно понимают, что демобилизация прямо равно смерти Украины. А теперь внимание, как власть это коммуницирует? Кто-то вышел и сказал, что ребята, демобилизация это смерть Украины, и объяснил почему. Нет. Нет, не вышел. Так вот, теперь вопрос, кто хуже или кто непрофессиональный. И это в ситуации, когда вообще мы на библейском разломе истории находимся, неизвестно, что будет с Украины дальше и так далее, и так далее. Власть и оппозиция одинаково, ну не одинаково, по-разному, но аморально себя ведут и одинаково не умеют качественно коммуницировать. И вот в этом опасность. А теперь граждане смотрят на это все и понимают, что кого хочет видеть человек, когда горячий автобус летит в пропасть или грозит упасть в пропасть? Вот он хочет увидеть водителя, который знает, что делает. Понимаете? Пусть на одном колесе, но как-то вот пытается, пусть с минимальными шансами и так далее, и так далее. А когда водитель ведет себя по принципу спасайтесь то, как может, но проголосуйте за меня, помните, что я за вас боролся, люди понимают очень важную вещь, что им плевать на людей и оппозиции, и власти, по большому счету. Их волнует от людей только рейтинги. Не судьбы реальных людей, а рейтинги. И это очень хорошо считается. Поэтому сейчас политический класс Украины стремительно себя дискредитирует. И на вопросе он дискредитирует себя на войне, плюс он очень конкретно дискредитирует себя на законе про мобилизацию и несостоявшуюся демобилизацию. Потому что поступает аморально, и еще плохо это коммуницирует. И народ это прекрасно чувствует. Народ это прекрасно понимает. Они не могут сформулировать, но отношения не спрячешь. Оно же ощущается очень сильно. Подрывается доверие к власти. Причем власти. Оппозиция напрасно считает, что она не власть. Она тоже власть. Любой депутат Народной Украины вообще государственный деятель у нас по Конституции и так далее. Поэтому они тоже власть. Просто власть, находящаяся в оппозиции. Но власть так и делится. Она власть, правящую коалицию и оппозицию. И все они несут в равной степени ответственность за происходящее. В равной. И реально, меня больше всего беспокоит, что реальная проблематика не ставится, не заявляется, не обсуждается. А рейтинговые вопросы, выделяются рейтинговые вопросы, и идет борьба за рейтинги в момент выживания страны. Они затянули этот закон, который тоже был придет не позднее февраля. Для Украины, для фронта, для тех, кто там сейчас сражается. Не позднее февраля они затянули аж до апреля, а действие вступит в море. Но в этом проблема. На практике. Да, без глобального изменения отношения властей к людям, вот когда мы развернем политику на человекоцентричную, доверие будет к власти таять все больше и больше. Одинаково и к оппозиции, и к действующей власти. А это тоже проблема. Потому что мы попадаем в двойную ловушку, в двойную петлю. Война, да еще затягивающаяся война, требует принятия все более ответственных решений. Все более непопулярных решений. По сути, нынешние власти, у них стоят перед дилеммой. Принести себя в жертву, в том числе свой рейтинг, и потерять шанс быть переизбранными, это касается и власти и оппозиции. Но спасти Украину, или попытаться спасти рейтинг и погубить и себя, и Украину. Вот-вот какая дилемма. От них требуется высший подвиг. Не подвиг человека, который с автоматом бежит на окоп. Как бы, да, а подвиг такого вот гражданского и политического, даже исторического мужества. А они на это не могут пойти, они слишком мелковаты для этого, у них не тот уровень сознания. И народ прекрасно понимает, что в момент, когда требуются исторические решения, непопулярные решения, которые спустят рейтинг в унитаз, но зато спасут страну, они не способны на такие решения. Но как бы дети на экскурсии в лесу, когда увидели, что учитель растерялся и думает о своем имидже, а не о спасении детей, что начинают думать про учителя и что там начинает происходить в этом маленьком коллективе. Помните тайских школьников, которые были зажаты в пещере, которые спасали несколько лет назад? Они там где-то в подводной пещере, их там ели-еле водолазы, один погиб и так далее, целая операция по спасению была. Так вот представьте, там что выяснилось, что учителя медитировали, успокаивали детей, проводили занятия как-то и так далее. А представьте, что учителя начали бы метаться по пещере и думать о том, что напишут родители по поводу этого самого, а не озаботились конкретно о том, что дети будут есть, что пить, о их психологическом состоянии. Вот это ровно то, что сейчас происходит в Украине. Поэтому этот аппарат безответственности, он приведет, я думаю, к серьезному политическому кризису где-то уже к осени, концу осени у нас. На практике мы получаем в ВСУ, в войсках, которых там, ну, силы обороны миллион с лишним, нам рассказывают, провели там аудит, и мы уже выше говорили о том, что там недобор. Мы получаем недовольных военных, которым обещали нечто, как бы демобилизация, что-то подобное, но ничего не дали. И не шибко довольных новобранцев, которые как бы через силу из-под палки ТЦКшники с отловом, с облавами, ну, вот как вчера в Броварах было, то есть город полностью закрыли. Въезд-выезд по квартирам, то есть прям, ну, оттуда присылали там, ну, неимоверное сообщение о том, что прям на БТРах, ну, представители военных, да, ТЦК, которые там ходят и проверяют в этот месяц. То есть мы получаем с одной стороны непонятную ситуацию морально-боевого духа на передовой, с другой стороны общество украинское теперь делится на военных, бронированных и уклонистов. Опасное разделение такого многогранного общества, как украинское. Что делать и какие шаги нужно предпринимать, чтобы настолько все не было поляризировано между друг другом, прежде всего? Шаги очень простые. И это вот эти все недостатки, все эти проблемы, которые вы говорите, это следствие того, что мы перед этим говорили. Значит, надо, чтобы вышел президент. Не меньше, тут меньше авторитета не хватит. А лучше президент, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, там, главнокомандующий вместе. Как в начале войны, помните, записывали? Мы здесь, все нормально. Ну, так вот выйти и сказать, мы здесь, все нормально. Ребята, первое, демобилизация не будет. Демобилизация означает смерть Украины. Второе, сейчас мобилизация будет приведена в соответствии с нормами, которые содержатся в законе про оборону Украины и про мобилизацию. А там есть интересная норма. Вы знаете, что военные вообще не должны заниматься мобилизацией? Да. Об этом говорят эксперты. Они по закону не должны заниматься. И когда на военных загрузили эту обязанность, они сказали есть и начали это выполнять. Первое, военные сделали большую ошибку, но военные очень ограничены в делах возражения, они вынуждены выполнять все. А вообще порядок мобилизации определяет президент, реализует Кабмин и местные власти. Вот кто должен доставить повестку, должны доставлять не военные. Грубо говоря, вся система мероприятий, чтобы мобилизованно оказался в ТЦК, это дело не военных. Военные начинаются с момента, когда он перешагнул порог ТЦК. Вот тогда они должны его правильно призвать, правильно обучить, правильно применить, потом правильно общество вернуть по демобилизации. Все, что они требуют. А призыв это это самое. Что мы сделали? В начале войны любой человек в форме, это было что? Он встречал восторг. Восторг любого человека, который видел его, потому что защитник идет. Сегодня человек в форме что? Угрозы. Заодно это всех этих государственных деятелей надо подвесить, там у них внизу болтаются ноги такие, да, вот как бы навсегда. Потому что это исторически неверное действие, аж преступное действие. Когда страна борется за свое выживание, сделать так, чтобы граждане начали бояться людей в форме, в чатах писать, мы видели военных там, 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 не ходите туда. Это преступление. А почему оно произошло? Почему не занимается МВД? Почему не занимается Кабмин? Почему не занимаются местные власти? По одной простой причине. Потому что никто не хочет нести за это ответственность, все боятся непопулярности. И скинули на военных. А военным делать нечего. Война. Они сказали, да, и так далее. Они не могут оспаривать приказы. Хотя, честно говоря, я бы оспорил, будучи главнокомандующим. Я бы сказал, все, что хотите, мое дело фронт, но мы не занимаемся призывом. Вот с этого дня, с нуля часов. Опа! Что будете делать, товарищи власть-придержащие? Но для этого нужно иметь другого качества главнокомандующих. У нас таких, к сожалению, нет. Так вот фишка в чем. Потому что это преступно. Преступно. Это дискредитация армии в прямом смысле. А военные, они делают, как они умеют. Им сказали, надо с барваров снять сейчас 300 человек. Ну, они окружили барвары и начали снимать 300 человек свойственными методами. Понимаете? Спасибо, что двери не выбивают и не расстреливают окна из пулеметов, потому что военные, но они по-другому не умеют. У них вся психология, вся система ценностей и все технологии заточены только под это. Понимаете? Есть полицейская тактика захватывать дом, когда они аккуратно крадутся, чтобы заложники не пострадали. Есть военные. Военные подгоняют танк и складывают дом. Без лишних этих самых сантиметров. Вот когда военные поручают мобилизацию, это не просто военные плохие. Потому что танк, он может только ехать и давить, понимаете, и стрелять. Он ничего другого не умеет. Вот им поручите урожай убирать, будет то же самое. Поручите им, не знаю, что транспорт регулировать, будет то же самое. Они выгонят БТР на улице и начнут стрелять поверх тех, кто нарушает правила. А потом в тех, кто нарушает правила. Они по-другому не умеют напрасно просить, ждать от, я не знаю, мясорубки, чтобы она что, делала нежный торт безе. А вот мобилизация, да еще в таких условиях, это крайне деликатное дело, на которое должны быть направлены совокупные силы всего государства. От информационно-мотивационных, заканчивая, да, там, правильной работой этих самых. Но местные же власти не хотят брать на себя ответственность. Представляете, что будет с, там, я не знаю, директорами всех этих территориальных единиц, которые начнут повестки разносить. Им же конец. Они же понимают, что не проголосуют, а значит, все, прости, прощай, должность, деньги и все остальное. Ну, хай, военные отдуваются. Вот здесь корень ошибки. И корень ошибки этот, потому что чиновники всех уровней отказались от ответственности, перебросили ее на военных, между прочим, прямо нарушив законы, ключевые законы Украины про оборону, про мобилизацию. И вот там корень. И сколько ее не прописывает этот закон, как его не лакируют, и там, да, и прочее, прочее, пока это не будет устранено, мы будем подрывать доверие общества к военным, в воюющей стране, воюющей за существование стране, большего и вязчивого идиотизма и преступления представить себе невозможно. Но мало того, что они ничего допустили, мы не исправляем и только усугубляем. Это ключевая наша проблема. Особенно на фоне России, которые разными способами от промывочной пропаганды до выплаты денег обеспечивают 30-40 тысяч добровольцев, приходящих каждый месяц в военкоматы. Вот и все. Алексей Николаевич, уклонисты. Это и ПСО Кремля? Вот сейчас этот хэштеги, которые ходят там, да, и так далее. Но ГУР говорит, что и ПСО Кремля, ему виднее. Хотя с каких пор ГУР начал заниматься противодействием ИПСО, не знаю. Это вообще не прямое их дело, но если занимаются, спасибо им за это. Как бы, да. Смотрите. Уклонисты, они бывают очень разные. Это тоже очень сложная проблема. Я могу вам назвать, сказать следующее. Это тоже очень непопулярная тема. Есть целая прослойка высоких военных профессионалов или, по крайней мере, и или очень мотивированных людей, которые не идут в армию. Уклоняются. Вы думаете, они трусы? Поверьте мне, вот эти точно не трусы. Это люди, у которых по две, а то и по три войны за спиной всяких разных. Либо просто высокомотивированные люди, которые не боятся, готовы воевать. И создали либо костяк и украшение любого, любой бригады, которые на этом не идут. А в том числе воевавшие на этой войне, а теперь ушедшие в СЗЧ. И когда с ними беседуешь, они говорят следующее. Мы этим идиотам подчиняться не будем. Не будем. Найдите форму, в которой мы можем сами собой командовать и сами что? Сами применять. Потому что, ну, вот это дуболомство, которое там с мужем рядом происходит, как бы, да, у нас же тоже есть командиры-мясняки. Там, да, идите. Задачи 200 бесконечно отдающиеся. Как это? Идите, там никого нет. Мы вас обязательно поддержим. И прочее, прочее. Бесконечные штурмы, никому не нужных позиций. То, что называется восстановление линии фронта. И прочее, прочее. Поэтому армия резко увеличилась. Профессионализм катастрофически упал. Особенно в звене командира взвода, командира роты. Потому что там кадровых военных нет. В армии, если есть кадровый командир взвода, лейтенант, то полфронта сбегается посмотреть на это чудо. И комбаты ходят вокруг, смотрят на этого лейтенанта. Говорят, о, вернее, и Камбрия, да, какое, да. Это примерно как Тунгусский метеорит. Такое-такое же редкое и запоминающееся явление. Поэтому проблема в том, что люди, которые профессиональные и мотивированные, они говорят, посмотрев на это все, они скажут, ну, слушайте, сдохнуть в одночарядной 112-й атаке на одну и ту же лесопосадку, которая ничего не дает в тактическом отношении. И когда они нас не выслушивают, мы говорим, давайте здесь огневой мешочек сделаем, заманим противника, давайте вот тут обеспечим операцию, подготовим, как положено, пройдем, как профессионал. Им говорят, ну, шу-шу, вперед. Их немного, но их, понятное дело, что у нас не шляются где-то 20-10 тысяч суперпрофессионалов. Хотя они есть, они есть и тысячами, эти люди, либо профессионалы, либо мотивированные. Но часть из них была в армию, ушла в СЗЧ. Этой проблеме легко объяснять, что происходит в целом. Три вещи у нас неправильные. Неправильно собирают людей, неправильно готовят и неправильно применяют. Не везде неправильно, но в большей части. Поэтому очень большое количество мотивированных людей не хочет идти туда и носит клеймо у клонистов по той простой причине, что, попав туда, они боевали очень хорошо. Потому что они не хотят в такой системе себя отдавать в полную власть. Ведь смотрите, чего очень многие не понимают. Что когда ты идешь в армию вообще, а в армию в воюющей стране, ты отдаешь право на свою жизнь и смерть, причем очень скорую смерть, вполне возможно, постороннему человеку, который может быть в 10 раз тебе глупее, в 10 раз тебе примитивнее, в 10 раз тебе подлее, но он тобой командир. Понимаете, да? И вот эта проблематика, потому что очень многие не хотят подписываться на такие условия. Их мало, но на их примере очень легко объяснять, что происходит. Вот недавно был опрос на улице, когда сказали, что 20% украинских мужчин рассматривают, что возможность присоединиться к ВСУ в том или ином варианте добровольно, а еще какое-то количество процентов по повестке. Если придет, то пойду. Мы же еще забываем про кого? Про людей, которым повестки приходят каждый месяц, и они добровольно идут, их не надо отлавливать, в бусики пихать. Вот их туда отправляют, и в принципе 20, по сравнению с опросами, которые были на Западе, сколько немцев там готовы воевать за Германию, это огромная цифра, на одних этих 20 мы могли выехать. Но возникает вопрос. Вот он приходит и говорит, вы знаете, я хочу служить в эндской бригаде, у меня там друзья и родственники. Что с ним сделает армия? Он будет служить где угодно, кроме этой эндской бригады. Вот я вам гарантирую 101%. Я рассказывал пример, когда доктор наук, уникальнейший специалист с мировым именем по очистке воды, специалист Борисовый Хаманец, он пошел первым, мой хороший товарищ, он пошел первым добровольцем в ТРО в 24 февраля, в тот же угол. И вот когда была проблема с водой на юге после подрыва Каховской дамбы и так далее, и она там сейчас есть, Николаевская проблема и так далее, его Академия наук и профильный институт попросили Кабмин его на два месяца прикомендировать. Не уволить из армии, а прикомендировать, чтобы обеспечил, создал систему очистки воды и добычи чистой воды, а он профессионал именно по югу, ну, среди профилей, у него наработки, конкретика, то есть за ним, это не теоретически, это за ним стоит огромный этот самый. И его потом вернуть обратно в этот ТРО, пусть бегает рядовым бойцом, хотя это сама идея, самая по себе сомнительная, иметь уникального специалиста по воде и заставлять его бегать с автоматом где-то там в ТРО. Он не уклонист, он не прятался, ничего. Я обратился, он обратился ко мне, потому что Кабмин, там оказывается 26 или 28 документов надо подписать, чтобы его откомендировать. Я обратился к Залужному, Ерезникову, главкому и министру обороны. Это люди, у которых сверх власти, сверхполномочия в стране, попросил, мы с ними на ты, чтобы вы понимали, мы с ним давние, с собой, с одним и вторым давние друзья. Я говорю, Валера, Леша, надо человек, это же вопрос сотен тысяч людей, сидящих без воды, там да и так далее, если не миллионов, сколько там их на юге, прочее, не уволить, он не косит, он не пытается уклониться от линии фронта, два месяца на этот и вернется, чувак воюет с 24, год уже воюет с 24 февраля во всех самых страшных боях, побывал и так далее. И что вы думаете, даже они не смогли пробить, потому что завязло все это в бюрократии, совместно главком и министр обороны, не смогли пробить, все завязло в бюрократии, там подписи документов, да еще период был такой острый, а потом уже не надо было. Он сказал, махнул рукой, Боря сказал, он сейчас воюет, только вчера переписывали, до сих пор. Вот вам, пожалуйста, история, министр обороны и главком, вот как работает бюрократия. Так что же говорить о рядовых бойцах, которые не могут на ты обратиться к главкому и министру обороны попросить похлопотать там за кого-то, если они не смогли его перевести. Вот показатель. И вот эти вопросы надо задавать армейскому командованию, сырскому в данном случае, потому что армия устроена очень просто, и война. Старший отвечает вообще за все. Им надо задать вопрос, почему перевод из бригады в бригаду 9 месяцев, почему в украинской армии ходят, в лучшем случае, если вообще удается, почему ходят слухи, шутка ходит такая, что лучше уйти в СЗЧ, а потом прийти в военкомат и снова попасть уже в нужную бригаду, снова мобилизоваться, или контракт заключить, чем перевестись из бригады в бригаду и так далее. Мы же, смотрите, и вот одна из ключевых позиций, которая должна быть прописана в законе и которую они сделали, это возможность бригадам проводить рекрутинг напрямую. В западных армиях, чем отличается современная армия? В западных армиях это разрешено делать даже батальонов. У них есть своя символика, у них есть свой лицевой счет, на котором можно спонтерскую помощь принимать, они ведут свои рекрутинговые кампании. Там вот историю прописывают и так далее. В Израиле ротом отдельным разрешено это делать. У нас бригады этого делать не могут. А есть большое количество людей, которые с удовольствием пошли бы в эту бригаду, но понимая, что такой возможности нет, они уклоняются. И мы теряем ценный, мотивированный ресурс, который еще есть же. Войсковое товарищество, оно же имеет, локоть товарищей имеет огромное значение. Огромное значение. Мало того, что они мотивированы, хотят сами пойти. Они еще, влившись в круг друзей и родственников, это было бы совсем другой костяк, по-другому бы воевали. Так вот, мы не можем этих призвать качественно. А людей, которые прячутся по квартирам в барварах, пригоняем БТРы на улице, начинаем их вынимать. Что это говорит о нас, как о системе? Она крайне неэффективна. Все причины ее неэффективности известны, и они не устраняются. Они известны. Ладно бы там надо было гадать, проводить исследования. Они известны, не устраняются, потому что кто-то не берет на себя ответственность. Кто? Власть, одновременно оппозиция и власть. Вся наша политическая, военно-политическое руководство Украины. Поэтому им задают вопрос, устоит ли час авьяра. Надо задавать вопрос, когда будет прямой рекординг бригады, и тогда будет гарантированно устоит час авьяр. Понимаете? Нет серьезного разговора о причинах в нашем обществе. Вот в чем проблема. Потому что тот, кто начинает говорить о причинах, он сразу клеймо агента Москвы получает. Так что ж ты нас критикуешь во время войны и так далее. Но общество без обратной связи обречено. Обречено. И как у нас нету в армии автоэкшн-ревью, то есть разбора разбора действий на поле боя, из которых извлекается опыт, так и в обществе у нас нет и во власти автоэкшн-ревью, то есть реального разбора своих ошибок. Это один из ключевых недостатков украинской политической системы. И он вольно нам обойдется, и он прикончит действующее поколение политиков. Потому что все запомнят, как они себя вели во время войны. Да, эту тему можно, конечно, развивать, продолжать. Существует масса следующих вопросов, чтобы углубиться в проблему. Конкретные примеры, например, сдук, правый сектор, да, и нашумевшая история. Тут еще накладывается идеологический шлейф проблемы переброски командиров. Пиксельная против добровольцев, вечная проблема ВСУ. То есть, тут такой момент. Но все-таки эфир тогда будет очень объемный. Я хочу устремиться к его финалу и завершению. Я не могу с Арестовичем не обсудить тему переговоров, договоренностей, позиций и расчетов. Складывается, на самом деле, когда получаешь разную информацию, тут сейчас понятно, что это волна перед голосованием, мы-то с этого начинали, все плохо, ужас и кошмар, да нет, не все так плохо, да, у русских не лучше, да, и, в общем, как-то сравнивают, но их просто больше. Так это имеет выход какой-то на какой-то понятный трек прекращения огня, дипломатический, ну, скажем так, контакт. Вот я встречал аналитику, я сейчас не вспомню, но это как бы именно с точки зрения аналитики. Подход по событиям, по заявлениям, по действиям. А в предложении Макрона объявить, ну, тотальное перемирие на время Олимпиады, временное перемирие, которое может быть, ничего бы не бывает, более постоянное, чем временное, от него так все отмахнулись, как-то так вот, да, вот, ну, как не до Олимпиады всем, а на самом деле это, ну, хоть маленький, но какой-то шанс для того, чтобы, ну, как бы вот остановить, остановиться, задуматься и, ну, скажем, переосмыслить ситуацию и принимать дальнейшие решения, в том числе, включая дипломатию. Почему этого не будет? Или все-таки будет? Скорее всего, этого не будет, потому что у сторон разные цели. Смотрите, вот ситуация, она сложная и парадоксальная, как все в жизни. Если бы она была черно-белой, как ее пытаются представить, то улубочная пропаганда было бы очень легко, но она не такая. Почему Путин все время говорит о переговорах? Вот если он все время говорит о переговорах, умные люди должны были бы, остановиться и задуматься. Зачем ему это? А вдруг они действительно случатся и фронт остановится? А как же Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, вписанные в Конституцию Украины? Как же желание захватить Львов и Киев? Как же желание расправиться с НАТО? Как? Вот ты же так просишь переговоры, бац, они случились. Что дальше? Рухнули все планы? А очень просто. Путин миром добивается двух-третьих целей, которые он перед собой поставил стратегических сейчас. Я вам скажу, что если он правильно будет говорить об этом мире, он еще Нобелевскую премию мира может получить в результате, как это часто бывает международной политикой. Ну, что смеяться? Арафат же получил, террорист, который захватывал самолеты, уничтожал заложников, женщин, детей и так далее, и так далее. Пожалуйста. Так вот, здесь очень простая история. Главное, что нужно Путину сейчас, это их санкции и вообще вся эта история с войной неправедной очень сильно просадили на международной арене. И им надо бы поставить перед ними ряд задач, в частности, внутренней модернизации. Для него мир выгоден, потому что первые, на Западе найдется огромное количество людей, которые скажут мне, посмотрите перемирие, давайте санкции снимать. Они же добровольно пошли. То есть он получает крутейший козырь снятия санкций, а значит доступ к технологиям. А значит возможность подготовиться ко второму раунду, например, войны с Украиной где-нибудь в 30-м, 32-м году. То есть им это выгодно сейчас. Потому что военными средствами достигнуть то, что они достигают, им сложно. Хотя в принципе есть надежда, что элемент военного давления, у них есть надежда, реальная такой надежды нет, тоже даст тот же эффект. Поэтому в каком-то смысле самым стратегическом Путину все равно воевать дальше либо помириться. Он и так, и так достигает своих стратегических целей. Вот это нужно понимать прежде всего. Вот чего у нас не понимают. У нас нет, Путину не выгоден мир сейчас и так далее. Да выгоден ему мир. Ему выгоден и мир, и продолжение войны. В этом сила его позиции. Он может выбирать, что так, то так. Он может воевать, давить, собирать, мобилизировать, бомбить Украину и при этом угрожать НАТО. И при этом что? Одновременно говорить, так я готов к миру, а вы что? Это же вы не готовы к миру и прочее. Второй момент. Они к концу августа, это как раз вот когда Олимпиада, они будут, по идее, должны быть на пике своей формы и начинать активное контрнаступление, активное, такое масштабное, как раз на начало избирательной кампании в США, активной фазы, три месяца перед выборами. Поэтому для них очень невыгодно перемириваться. Или можем сказать так, если они пойдут на перемирие на Олимпиаде, то только для того, чтобы накопить силы и сразу после Олимпиады начать снова давить, потому что им критически важно в этом году осуществить три давления. Первое, давление к июню. Июнь-юль, потому что выборы в Европарламент с возможным правым поворотом, приходом правых и размытие коалиции Боррель-Урсула фон дер Ляйен, который очень за Украину. Второе, это июльский саммит НАТО в Вашингтоне, где кому-то будет предложение о вступлении в НАТО, и они постараются, чтобы это предложение было сорвано. Раз, а во-вторых, чтобы оказать давление. Потому что главная мысль, которую они проводят для западной публики и политиков, Украине помогать бесполезно. Мы все равно продавим, победим Россия. Мощь, пятая, десятая и так далее. И третье, им надо давить всю активную фазу избирательной кампании в США с той же целью. Колоть США и НАТО. И этот самый устраивает. И еще один вариант, который они думали до заявления Макрона для принятия его позиции Европой, это довести ситуацию до Карибского кризиса 2 в отношении не Штатов, но Европы. То есть устроить провокацию, условно, в странах Балтии где-нибудь, пригрозить конвенциональной эскалации, а потом неконвенциональной выдвинуть условия. Задача не завоевать реальную территорию Эстонии, конечно же, или Польша, или Сувалковский коридор, а устроить кризис по пятой статье НАТО, показать НАТО, что она не способна себя защищать. Эстония говорит, мы выиграем эту войну в России. Да, да, да. Было заявление у них, уходящего командующего, такая очень героическая. Так вот, им нужен кризис по пятой статье. Не эстонская земля нужна, не латышская, не литовская, не польская, не финская, а кризис по пятой статье, когда есть элементы военной агрессии, например, нардская народная, а НАТО не может применить силу. Потому что логика России очень простая. Мы слабее НАТО и Евросоюза вместе взятых, и сильнее любой страны НАТО, ну, кроме США, в отдельности. Поэтому они хотят сменить свое место на международной арене, получить, как они говорят, свои законные права, свою зону влияния, и поэтому им надо колоть основного гиполитического противника. Вот такой был сценарий. Макрон сорвал этот сценарий, проактивно выступив с тем, что прямым заявлением, ну, хорошо, вы хотите воевать, мы будем воевать, можем даже в Украине повоевать с вами, и так далее. Поэтому вопрос ядерного шантажа подвис. На поле боя на Украину в июньский и конца августа осенний никуда не делся, все равно будет реализовываться. В этом же история. И или, если вдруг будут переговоры, Путин все равно всего этого может добиться переговора, потому что что? Переговоры – это лучший способ расколоть Запад сейчас. И расколоть украинское общество. То есть, выходя на переговоры, он получает одновременно кризис в Украине политический и кризис политический на Западе. А там можно ловить рыбу в этой мутной воде. Поэтому ему и так, и так выгодно. Вот в чем нужно понимать. Теперь, что касается нас. Нам невыгодны прямые переговоры с Россией. Потому что, если нас оставят один на один с Россией, это будет компромисс слабости. Мы будем вынуждены в слабых позициях выступать. Но что нам выгодно было бы? Нам были бы выгодны переговоры на высокой международной рамке, которая звучит так. Создание новой системы коллективной безопасности в Европе или в мире взамен полностью разрушенной подздамой Ялтинской системы. И вот то, что сейчас «Формулу мира» делает Ермак с президентом. Сначала в Судыск-Каравии, потом на Мальте, теперь в Женеве. Больше ста стран. Это половина действующего состава ООН. Вообще-то, на секундочку. Как бы, да. Это очень хорошая история. Единственный нюанс в том, что эти требования нереалистичны. Вот эти десять пунктов. Поэтому, если бы они были еще наполнены реальным содержанием, на фоне чего? На фоне полного вакуума каких-то предложений конструктивных, Украина получила бы сильнейшее преимущество. Смотрите, у нас же есть всего три козыря, чего многие не понимают. Всего три. Первое. Наша готовность к сопротивляции, вооруженные силы. Но у нас нет вооружения для этого. Есть только готовность и только профессионализм. И второе. Это что? Возможность шантажировать Западом захватом нас полностью России. Это то, что я делал осенью. Помните? Когда я перебирал аргументы, которые подействуют на западных политиках, я сказал, а может нам с Путиным объединиться и с коллективной Западу подать? Что это средство было напугать их. Или в пассивном варианте. Они нас захватывают и тогда просто присоединяют к себе 8 миллионов лиц призывного возраста. Кстати, это аргумент, который очень сильно подействовал на Запад. Вот, когда я расчеты показал. И третье. Это то, что или вот такая формула мира, проактивная, которая поставит перед фактом и США, и Россию, и Турцию, и всех наших посредников, которые за нашей спиной разговаривают и так далее. Почему? Потому что 100 государств, явившихся на форум, на саммит, половина действующих составов ООН, это козырь для кого угодно. И для россиян, и даже для Соединенных Штатов. Особенно, если будет совместная коммуникает, или просто подписанная позиция. Даже сам факт явки. Поэтому логика понятна. Смотрите, что мы делаем. Нас существует, это не секрет, ни для кого. Берн встречается с Нарышкиным в Стамбуле, и Эрдоган выходит там с этим самым. Существует параллельно несколько треков переговоров американских и российских сейчас. О том, как нас примирить, договориться и так далее. Заметьте, что в коммунике, который выкатил Эрдоган, якобы мирный план для Украины, семь пунктов попало в открытую печать. Из них только два касаются Украины, а пять касаются российско-американские отношения. Так про что этот план? Это вот как раз альтернатива этой системе безопасности, по крайней мере, между Россией и США. Украина там один из треков всего лишь. Это не план прекращения войны. Так вот, у нас только один... Что делает это? Крайне амбициозный план Ермака и Зеленского. Они прыгают в эту формулу мира для того, чтобы и Россию, и США, и всех поставить перед фактом, что за нами... У нас есть своя формула, и за нами по несколько ста государств. Это очень сильный на грани авантюризма фол-оход. Единственное, чего ему не хватает, это реально наполнение практическим функциями, потому что те функции, которые там содержатся, ну, слегка оторваны от земли. Они чисто идеалистические. Я не знаю, что говорит Ермак там в кулуарах, но раз приехало сначала в 45, потом в 65 стран, а теперь больше 100, что-то содержательное говорит. Это красиво, это интересно, и это реальный, самое реальное, и самое серьезное, и самое прорывное, что сделал Зеленский за все время своей каденции на международной арене. Вот эта формула мира как альтернатива кулуарным переговорам и так далее. Но мораль этой басни какова? Почему я такой контекст вводил долгий? Потому что никакого согласия по переговорному треку нет. Разные силы хотят, первое, кто переговаривается, кто не переговаривается, дальше воевать, а второе, даже те, которые хотят переговариваться, хотят очень разного. Несколько треков переговорных существует, и офиса своя, своя логика. Они хотят этих обставить, вырваться в дамки и сказать, а вот потом приглашаем Россию, и когда на что? На согласованную позицию государство государств. Получится или нет, неизвестно, но их стратегия в этом. Они не хотят идти на те варианты переговоров, которые предлагают Штаты, предлагают Турки. Европа пока ничего не предлагает, еще оно предложено. Поэтому они предложили свой трек. И вот эта борьба конкурентная разных переговорных стратегий, она прямо сейчас существует, и она она кулуарная, она невидимая, но она не менее ожесточенная, чем на фронте. Единственное, что там крови не льется, но как это льется, много будущей крови, понимаете, возможно, и так далее. Потому что альтернативой этому всему является 10-15 лет войны в мире, разных войн, системы войн, то есть такая мировая война россыпи, то, что я называю, которая уже идет. Я не сразу могу сказать, что я скептик. Я не верю в то, что человечество сядет в основную поддамо ялтинскую систему. Человечество умеет такое создавать, только набив морду друг другу, тщательно и сильно устав в этом отношении. Я думаю, что будет 10-15 лет войны. Но преступлением предыстории является не попытаться это сделать. Поэтому, еще раз, моя личная позиция, никаких прямых переговоров в России, Украина нам крайне это не выведено. Нужны коллективные переговоры о создании системы безопасности. Эти переговоры уже ведутся. Ведутся они, куц и ограничен в рамках конкретных интересов группировок, которые их ведут. Альтернативой, вернее, стратегия офиса в этом случае является, а значит, и стратегия Украины предложение формулы мира как лучшей формулы будущей безопасности в Европе или в мире, она тоже несовершенна. Я бы делал все иначе. Но вот на это ставка Зеленского и Ромака. Сразу говорю. Поэтому на переговорном фронте идут несколько очень тяжелых сражений одновременно сейчас. И там далеко все от согласия. Поэтому ожидают, что найдутся какие-то коварные силы, которые дружно придут и навяжут нам в них понимать переговоры с Россией. Поверьте, все эти силы между собой конкурируют, у них нет никакого этого никакого согласия. Поэтому это нам напрямую не грозит, скажем так, навязывание нам переговоров. Пока. Да, Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Алексей Николаевич, спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша. Наконец-то, что называется, встретились. Да, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, берегите себя и друг друга. Увидимся. До скорого.